Ни одна из озвученных в ходе прямых линий жалоб не должна остаться без внимания. Такое поручение властям на местах глава республики дал на съезде Совета муниципальных образований. Со своей проблемой к Михаилу Игнатьеву обратились жители поселка Новое Отлашево Чебоксарского района. Здесь в единственном на весь населенный пункт детском саду с наступлением холодов температура опустилась и в помещениях. После дам тревожного звонка отправились мои коллеги. В одной из групп детского сада едва успели подготовить к новогодним праздникам игровую комнату. Сразу после прямой линии главы республики дошкалят отправили на внеплановые каникулы. Приезду съемочной группы здесь были не рады. На наши вопросы исполняющая обязанности заведующей отвечала, скрывая лицо. Детишки, наверное, сейчас дома, слава богу, что хоть выходные. Какая температура сейчас в помещении? В разных группах по-разному. Есть и 15, есть и 17, есть и 13. По Санпину температура в игровых комнатах не должна быть ниже 21 градуса. В спортивных залах не выше 19. Столбик термометра в садике «Золушка» застыл на отметке 15. В шкафах дошкалят теплые вещи. Главе региона пожаловались, что именно так, не раздеваясь, и спали дети. Даже пишут, вообще нет отопления. Отопление-то есть. Без отопления мы даже не сидели. Бывшая заведующая детским садом Ираида Мамутина говорит, что до положенных норм температура не повышалась из-за изношенной теплотрассы. Вода изначально остывала в трубах. В этом году здесь была возведена своя блочно-модульная котельная. По контракту принять работы подрядчика заказчики обязуются до 31 декабря. Но отопительный сезон в республике всегда начинался в октябре. Котельная построена. Ждем запуска газа. И работы будем дальше. Но подать газ могли и раньше. По словам Ираида Мамутина, и работы затянулись после экспертизы проекта. Пришлось повторно переделать проектную документацию. Там у меня время стекло сначала воздушку посмотрели на территорию, предусмотрели. А затем вместо воздушки сказали, что это не проходит. В камеру не буду говорить. Не скрывая лиц, с прессой общаются родители. Сегодня своих детей, жители Нового Атлашева, были вынуждены привезти в администрацию поселка. На встречу с работниками прокуратуры. Многим мамам пришлось отправиться в незапланированные отгулы. Дети, конечно, хотят в садик. Скучают. Что говорят? Дом тяжело говорят. Скучно. Нам просто позвонили и сказали, что завтра садик не будет работать. А вот куда нам его? Все в школе. Пятница. Дети привыкли уже. Как они? Они уже, знаешь, вот сегодня проснулся, я говорю, пойду в садик. Куда в садик? Тепло надо делать. Это чтобы и другим детям, будущим детям было там в садике тепло. Но не вот так вот с бухты-барахты. Это надо делать, когда в садик закрывается обычно на летние каникулы. Или на новогодние каникулы. Но и без котельной в садике никак. Всегда там холодно было, каждый год. Дети болеют. А внук тоже болел? Внук болел. И внук тоже болел. Подать газ в котельную садика обещают в ближайшее время. Но пока никто не может сказать, когда именно это произойдет. Выступая на съезде Совета муниципальных образований, глава региона отметил, что подобные вопиющие факты недопустимы. Оценку работе властей Чебоксарского района уже дали правоохранительные органы. Я извинился перед избирателями, кто там задавал эти вопросы. Дал поручение после прямой эфира. Съездили. Помощник прокурора. Туда сразу приехал проверить, дать правовую оценку. Владимир Балович и вся управленческая команда, глава сельского поселения, там Фомин работает. Вот начали блочно-модульную котельную делать летом. Вот декабрь наступил, скоро Новый год. Блочная модульная котельная не подсоединена. Вот после этого можно заявление написать и сложить полномочия главы администрации и сказать спасибо. Детский сад является муниципальной собственностью. Даже две недели там все реально можно сделать. Реакция глав муниципалитетов на проблемные вопросы должна быть более оперативной, отметил Михаил Игнатьев. Хозяйский подход – ключевой принцип работы властей на местах. Душа человека, ответственность должностного лица всегда должна быть на первом месте. Работать так, как нас воспитывали, как нас учили. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.